Привет, друзья! Итак, давайте разберем последнюю партию в последнем туре моим противником в последнем туре чемпионата страны высшей лиги моим противником был Аганян Миран из Краснодарского края Подготовка была достаточно быстрой Я обнаружил, что очень любит шахматист играть на Е4 сицилианку и поэтому было решено выбрать именно сицилианку На коне в 3 у него 2 хода D6 и G6 Причем с Гордеевским он уже играл G6 и в Мороце очень быстро проиграл Партия просто миниатюра получилась Тем не менее у меня есть файлик, в котором написано, что G6 просто проигрывает и за D4 CDF разбьет D4 Конечно, там немножко наврано Но если бы я хотя бы посмотрел этот файлик, открыл А то основное внимание при подготовке было уделено ходу D6 Не буду говорить, что я собирался играть Но это и не так важно В такой форме, в которой я нахожусь К сожалению, даже все угадав по дебюту, можно проиграть Кстати, счастливчик, обыгравший меня в прошлом туре В последнем туре еще обыграл черными Михаила Антипова Нечто фантастическое по везению Ну ладно, это небольшое отступление После хода G6 переход в систему Мороца получается очень просто С4 и никаких ранних драконов Черные вынуждены будут мучиться в структуре Мороца после D4 Объективно сильнейшее продолжение Мне старому пню надо было сообразить, что там игра схематичная И конкретики не так много А вот после ферзь бьет D4 Сейчас увидите, какую я симпатичную ерунду зевнул Которую тоже даже второразрядники учатся не зевать Значит, конь, так, E5, конь C6 Это все теория Ферзь А4, конь D5 Почему ферзь А4? Хочется ферзем на H4 уйти Ну, чтобы слон H6 и матовая атака Но тут находится удар, конь бьет Е5 И ферзь А5 в шаг Съели нашего коня, и мы без пешки Ну, это как бы теория То есть это я все помнил Ферзь А4, конь D5, ферзь Е4 Теперь очень важный ход слон B5 Идея в том, чтобы Если у черных идея хода конь B4 В том, чтобы пойти D5 А ответ слон B5 направлен на то, что в ответ на D5 мы слопаем лошадь Поэтому Основным ходом в этой позиции является ферзь А5 Ну, долгое время считалось Там острые варианты и так далее Но на самом деле С современными компами Там действительно большой перевес у белых Им достаточно пойти Конь C3 И дальше запомнить Что после ЕД Слон F5, ферзь Е5 Все шаги на С2 Они не опасны Вот Больше по большому счету Ничего и знать-то не надо На кой бьет С2 Надо пойти к королю Е2 С угрозой слон бьет С6 шаг И ферзь Бьет А5 А вообще белые хотят поменяться ферзями Угрожает Слон бьет С6 Ферзь бьет А5 И Энш при слишней пешке Поэтому Если конь С2 То король Е2 Черные не могут брать ладью Должны делать длинную рокировку И после ферзь бьет А8 Конь бьет А1 Очень точный ход По-моему ладья Д1 Фиксирует здесь большой перевес Но там тоже еще немножко знать Желательно Как действовать Основные идеи Но в целом здесь большой перевес Слон Ж7 Ну совершенно нормальный ход А3 я пошел Ну тоже ход Вполне разумный Только у меня в файлике написано Я потом домой пришел И убедился Что у меня в файлике написано Что начинать надо все-таки С короткой рокировки Ну ладно Пошел А3 Фиг с ним Конь А6 Короткая рокировка Неточность Здесь он мог пойти сразу Конь С7 Очень сильный ход был Поэтому Белым просто необходимо было Держать контроль Над полем Д5 Вот это очень важное поле Почему Так Хотя Не уверен Что именно В общем Начинать надо было С короткой рокировки Пользуясь тем Что хода Д5 нету И за ферзь бьет Б4 Вот А если Короткая рокировка То вот здесь уже А3 И на конь А6 Очень важный ход Конь С3 У белых лучше Почему Ну потому что Они захватили пространство В первую очередь И у них очень удобное Свободное развитие И есть ясный план Матовой атаки Ферзь А4 И слон А6 Ну ладно Это все другая история Я пошел А3 Потом рокировал В ответ на неточную Рокировку Вместо рокировки Можно было сыграть По моему Конь С7 В ответ на рокировку Вместо записанного У меня в файлике То есть мы получили Ту же самую позицию 11 хода Конь С3 Давайте я вот тут напишу Не не тут Вот тут Напишу что Смотри А3 Что это у нас будет Вот Что там после Конь С3 Это вы Сможете посмотреть Самостоятельно Мне же хочется Побыстрее закончить Вообще Попрощаться с турниром С Ярославлем Скоро уже на поезд В общем Сделал я здесь ход Ладья Е1 Ход неточный Мой противник Ответил Конь С7 Но вот здесь А как я вообще могу Такие ходы делать Абсолютно человеческий Нормальный ход В этой позиции Слон бьет С6 Идея белых в том Чтобы пойти Ферзь h4 Ну или Конь С3 Даже И на слон Ф5 Ферзь h4 Потом Слон h6 Ладья d1 И пытаться Дать мат Такая очень Интересная идея Вполне нормальный Ход Слон d3 Ведет к равной Позиции Черные пойдут d6 Ну равенство Ед Ферзь бьет d6 Ферзь h4 То есть идея Это у нас Те же самые Дать мат Конь С3 Слон h6 Вот Но я вылепил Ход Слон c4 Мне казалось Что я должен Еще пешку Ф7 Под прицел Взять Ну и взял После Конь бьет Е5 Выяснилось Что Брать я должен Временно Пожертвованную Фигуру Черные Молниеносно Отыгрывают И вот у них Преимущество Двух слонов И совершенно Шикарная Позиция Более того Угрожает Слон бьет Е5 И на ладья Бьет Е5 Ферзь Д1 С матом Конь С3 Ходить Пришлось Развиваться Надо И здесь Последовала Конь Д5 Вполне возможно Было И не цепляться За эту пешку А быстрее Идти Веншплинт С преимуществом Двух слонов И перевесиком В центре Ход Конь Д5 Впрочем Вполне Нормальный Здесь У белых Выбор Из многих Вариантов Я решил Сыграть Конь Бьет Д5 И слон А6 В принципе Железо На большой Глубине Это решение Одобряет Но В плохой Позиции Сами понимаете Хороших Ходов Ну Не просто Найти У меня Была Серьезная Идея Я надеялся Что мой Противник Слопает На Е5 В ответ На ладья АД1 Это идет Ферз А5 И после Слон Бьет Ф8 Сделает Грубейшую Ошибку Съест Король Бьет Ф8 И тогда Пожертвовав Еще качество Нельзя ходить Ферз Ж7 Из золотя Д8 Мат По той же Причине Нельзя ходить Король Ж8 Но И здесь Черного Короля Матуют Нет защиты От Ферз Ж8 Если Е6 То Ферз Ж8 Шаг И Ферз Д8 Мат Вот Такой Вариант Я посчитал Но На самом деле На слон Бьет Ф8 У черных Есть Отступление Слон Ф6 Здесь Впрочем У белых После Ферз Бьет Ф6 У белых На мой взгляд Еще есть Шансы Потому что Тут Все Повязано Как Развязываться Непонятно Но На самом деле После Ладья Д1 Очень сильный Ход Не Ферз А5 А Слон Ф6 И вот Здесь Ферз Бьет Ф6 Еф Ведет Просто К ничейному Эншпилю Причем От белых Требуется Тоже Еще Достаточно Аккуратная Игра У них Нет Пешки Хотя Они Арестовали Вражеского Короля Видимо Ничья То есть Белые Сейчас Поставят Пешку На Ф4 На Ф3 Поведут Короля На Тот Фланг Но Так Как Там Все Будет Стоять На Белых Полях И Через Линю Ц Не Пропустит Ладья Все Закончится Ничей Король Ничего Съесть Не Сможет Ничего Съесть Не Сможет Оказалось Что Миран Видел Еще Более Сильный Ход Слон Ф6 Немедленная После Чего Партия Перешла В Такое Окончание В Преимущество Двух Слонов Центр Если Центр Придет В Движение Белых Сам Есть Еще Учерных Идея Атаки Пешечного Меньшинства Мне Кажется Я Нашел Достаточно Хорошую Защитную Идею Я Пошел С3 То есть Очевидно Что Здесь Надо Белым Биться За Ничью Я Пошел С3 И На Слон Е6 Конь Д2 При Случай Конь Идет На Е4 Ну Такая Тактика Небольшая На Слон Бьет Ж7 Заготовлено Ладья Бьет Д2 Ладья Бьет Б2 Понятно Что Играть Разноцвет Без Пешки Белые Не хотят Теперь Конечно Конь Идет В Центр Когда Конь Расположен В Центре Он Слону Не Уступает Да Что Ты Прыгаешь Вот Он Слону Не Уступает Черное Сделали Разумный Ход Б6 И Сейчас Была Вполне Нормальная Идея Пойти А4 Мне Не Понравилось Что Пока Все Ладьи На Доске Черные Могут Прижать Пешку Ходом А5 При Случае Их Слон Пойдет На Б3 Давить На Эту Пешку А4 А Вот Пешку Б6 Черные Легко Защитят Ну Мне Из-за Этого Не Понравилось Я Не Угрожают Ну Скажем Вот Или Угрожают Но Не Слишком Сильно Скажем Вот Пойдут Черные Ладья Б7 И Если А5 То БА Просто Получат Лишнюю Пешку Например Ну В общем Ход А4 Был Он Заслуживал Внимания Я Пошел Ладья А1 Решив Разменять Ладьи На Самом Деле Чем Больше Ладей Здесь Тем Больше Шансов Спастись Поэтому Ход А4 Был Более Серьез То есть Размен Пары Ладей Он На мой Взгляд Выгоден Черным Все Так То есть Вот Я его Осуществил И Сейчас Смотрю У меня Ладья Не Играет А его Ладья Заняла Единственную Открытую Лень Пришлось Идти Ко Нем Назад Понятно Что Голова Соображает Плохо Зевки Но Главный Плюс Этой Позиции Очень Тут Мне кажется Ему Стоило Пойти Слон Д5 Ф6 Подготовить Е5 Ф5 И Потихонечку Короля Вперед Вытащить Пока Белые Пешки Стоят На месте Начать Движение В центре Это Мне так Казалось Ход А6 Выглядит Менее Таким Хорошим Потому Что Теперь Пешка На А6 Просто Под Боем И В ответ На слон Ф6 Белые Просто Взяли И Полностью Уравняли Очень Точный Ход Конь Е4 Теперь Неизбежен Размен Пары Легких Фигур От Черных Зависит Какие Фигуры Они Хотят Оставить Угрожает Ж3 Потом Размен На Ф6 И Перевод Слона На Д4 Ну К Немедленной Ничьей Вело Слон Слон Б3 По Моему Ж3 Слон Куже Они Не стоят Хотят Пойти А5 Или С4 Б3 Ладья Б5 Потом А5 То есть Как-то Пешки А7 Б6 То что Они Расположены На черных Полях Для черных Мне кажется Не очень Хорошо Но Мой Противник Сыграл Б5 По-моему Это Самая Четкая А4 А6 Тут У меня Я был Очень Доволен Что Из Горшка С борьбой Против Двух Слонов Получился Такой Приятный Эшпиль И Переоценивал Существенно Переоценивало Мне казалось Что у меня Лучше Десяток Ходов Назад У меня Действительно Все Прекрасно Но Не Настолько Чтобы Было Лучше Ладью Срочно Надо Вводить В игру Потому Что Иначе Сейчас Пойдут Е6 Слон Е7 И Она Рискует Застрять На Б3 Поэтому Ладья Б3 Ладья А3 И Очень Аккуратненько Мой Противник Привел Короля В Центр Фактически Завершив Партию Ничьей За победу Можно было Бороться Только Путем Ж4 То есть Немножечко Подбелить Посмотреть Как черные Тут будут Пешки Расставлять Попытаться В конце концов Создать Вторую Слабость Как нас Учили В детстве То есть Одной Слабости На Б5 Мало Ее Отнять Невозможно Нам Нужна Вторая То есть Ж4 Ну Все равно Позиция Равная Оставалась Но У белых Небольшая Инициативка Ход Слон Д2 Это Какой-то Очередной Заумный Ход Который Я не могу Объяснить Толком Потому что Перевели Белое Ладью На Б7 Что делает Слон Д2 Непонятно Ну Б3 С4 Может быть Где-то Хотят Белое Сыграть И Здесь После Б3 Да Мой противник Меня удивил Ходом Ладья Е5 Шаг Я считал Что надо Играть Ж4 А здесь Еще сильнее Удивил Меня Ходом Король Ж4 То есть Мне казалось Что надо Фиксировать Пешки На черных Полях Ходом Ж4 Но Король Ж4 Ход намного Сильнее То есть У меня Противник Играл Очень сильно Сегодня В отличие Здесь Можно было Сделать Ничью С 105 Юристю Способами Но Ну Самый Простой Из них Например Король Д3 И Поменяли Ладьи И сейчас Белое Конечно Слона За пешку С Приобретут Но Черные Вот тут Все Разменяют Вот Еще Был Способ Сделать Ничью Сразу Пойти С4 И Сразу Разменять Ладьи Тут Белое Даже Претендовали Может быть На что То Больше Ход Который Я Сделал Ничем Не Объяснить Тут Последовало Ф5 Я Смотрю Скажем Ход Ф4 Например Проигрывает Из-за Ладья Бьет Е3 Король Бьет Е3 Слон Д5 Шаг Ну Понятно Что Ф4 Ход Сам По Себе Антипозиционный Сижу И думаю А зачем Я вообще Поставил Ладью На Черное Поле То есть Здесь Уже Снова У Черных Лучше На Король Д3 Ладья Д5 И Ф4 Так Я не Уверен Еще Что Ладья Д5 Была Сильнейшим Был Еще Интересный Ход Король Ф3 Но В этом Случай Мне Пришлось Боиграть С4 Конечно И Вроде Там Тоже Должна Быть Ничья Вот Ну И Вот Здесь Слон Д4 Мне Казалось Очень Неприятным Ход Казался Такой Вот Б4 Брать Нельзя На Ладья С6 Черные Делают Еще Какой Нибудь Выжидательный Ход Неторопливый То есть Они Не Бьют На С3 Не Ходят Е5 А Как Не знаю Может Ладья Могут Они Пойти Ладья А5 Допустим Вроде Никаких Угроз Таких Нет Но На С4 Там Ладья А3 Могут При Случа Пойти Ладья А2 А У Мне С4 Это Еще С Идеи С5 То есть Ладья А3 Нет Ну Да В общем Здесь Меня Начали Посещать Всякие Призраки Вот Но Мой Противник Ответил Е5 И Партия Стало Быстро Катиться К ничьей Е4 Ну И У нас Все Меняется Почти Форсировано С4 Он Здесь Мог Не Брать Была Такая Красивая Ловушка На мой Взгляд И Король Е4 Ну Понятно Что Ладья Бьет Б5 Я возьму Но Вот Если Вдруг С Б Или Вот Еще Круче С 5 То Тогда Белая Неожиданно Проиграли Король Е1 Слон Е5 Угрожает Слон С3 Шаг На Ладья Е6 Король Д5 И Партия Заканчивается То есть Пришлось бы Находить Ладья Бьет Б5 Но Понятно Что Ход Не Самый Труднонаходимый И В этой Позиции Очень Точный Ход Ладья Д5 Ладья Вернулась На Первую Линию Сейчас Пешка Встанет На С5 И Получится Примерно То же Что И В партии Ну Я поставил Ладью По Первому Ряду Мой Противник Предложил Ничью Я Сказал Что Я Подумаю Минуту Три Он Еще Думал Над Ходом Пошел Слон Д4 Но К сожалению Здесь Думать Не На Чем Позиция Совершенно Ничейная Я Согласился Спасибо Что Поддерживали Меня Дорогие Друзья Не Знаю Буду Ли Делать Еще Один Ролик Об Общающий Итог Как вы Видите Мрачный Но В целом Турнир Был Очень Полезным И В первую Очередь Он Был Полезен Для Меня Тем Что Я Наконец Понял Что Пора Заняться Своей Физической Формой Что Пора Убрать Там Килограммов Примерно 20 Из Рюкзака Который Впереди Таскается Вот И А до Этого Даже Думать Не Надо Играть С этими Ребятами Все Спасибо За Внимание За Поддержку За Все Кто Еще Не Подписался Подписывайтесь На Мой Канал До Свидания